Как будем избирать главу города? Из состава депутатов горсовета или на всенародных выборах? На этот вопрос сегодня должны были ответить депутаты. Сама постановка такого вопроса не прихоть народных избранников, а требование закона Московской области от сентября прошлого года, который четко определял для городского поселения избирать из состава депутатов. Изменения в устав города, в соответствии с которыми депутаты могут избирать главу из своего состава, уже были приняты народными избранниками за основу и даже прошли публичное слушание. Однако с тех пор кое-что существенно изменилось. А именно в Московскую областную думу внесен законопроект, который на этот раз предусматривает два варианта избрания главы города из состава депутатов, либо на всенародных выборах. Выходит, решать депутатам. Законопроект Московской областной думы еще не принят в целом, но уже одобрен. Я в том числе был соавтором этого проекта. Предлагался в условиях, когда речь о том, что будет изменен порядок, установленный в сентябре прошлого года, в выборах главы из состава Совета депутатов. Поэтому мной уже были на публичных слушаниях, после появления информации о грядущих изменениях об областной законе, на публичных слушаниях мной было внесено предложение о том, чтобы оставить в уставе городского поселения нормы, определяющие выбор главы городского поселения на муниципальных выборах. Я не понимаю тогда необходимость внесения этого вопроса в сегодняшний полискутник. Я искренне не понимаю, готовится вопрос в Московской областной думе, точнее сказать, изменение этого закона по сравнению с сентябрьским законом. Готовится? Готовится. 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 А почему не подождать, собственно говоря, как бы этот закон уже в готовом виде? Вынесенный на обсуждение депутатов вопрос об изменениях в устав города, касающихся избрания главы, вызвал массу вопросов не только у самих депутатов, но и у представителей общественности. Общественная палата района, к примеру, выступила против отмены всенародных выборов главы города. Мнения самих депутатов на этот счет разделились. В данном конкретном варианте у нас идет совершенствование управления, в том числе городским поселениям, в том числе сельево-посадским районам. И все направлено на то, чтобы управление муниципальными образованиями были максимально прозрачным, максимально демократичным. И основное ответственность возложить на депутатов и на избрание депутатов населения. Повышается статус депутатов. А глава городского поселения всего-навсего получила 4 дополнительных функции к полномочиям председателя совета депутатов. Почти 5 групп, извините, ошибся, 5 дополнительных функций, в том числе и подписание МНТА, уже не надо, и в том числе и отправление на регистрацию уставов. Это если кто внимательно прочитал положение. При этом основная исполнительная власть предлагается, все-таки, должна быть возглавлена профессионалом, который выбирается не на фоне популистских заявлений во время выборов, а который выбирается на основе представленных кандидатов конкурсной комиссии, которая рассматривает его профессионализм и предыдущий опыт работы в этом направлении, и который утверждается советом депутатов. Почему этот закон в Московской области сейчас вообще рассматривается? Потому что Конституционный суд, Высший суд, четко сказал, что выборы – это основа, они должны быть, так или иначе. Я хочу, коллеги, вы услышали, что действительно есть люди, которые, наверное, это поддерживают искренне, без каких-то влияний и каких-то личных интересов. Это, безусловно, такое есть. Но давайте задумаемся о том, готовы ли мы сегодня себе взять ответственность и отнять у людей их право выбора. У меня рука не поднимется совершенно точно. Я все-таки просил бы, давайте не ломать сейчас копии, не ругаться, дождаться вот этого закона в Московской области, который будет принят. Он, в любом случае, будет принят, это все прекрасно понимают. И в мае мы к этому вопросу вернемся. Всенародные выборы головы – это не есть гарантия того, что будет хорошая голова, всеми любимой, и жизнь у нас закипит и пойдет вперед. Пример нашего города, к сожалению, показывает обратное, что очень много глав у нас были неудачные, и именно к этому все и привело. Я сторонник попробовать ту модель, по которой сейчас живут очень многие муниципальные образования. Выборы должны исключительно быть всенародными, и не должны мы позориться. И не надо, чтобы нас только проталкивало в этом вопросе. Я прошу акцентировать внимание о том, что, значит, вот когда говорят выборы Совета состава депутатов главы и, соответственно, руководителя администрации будут назначать, я почему и в том совете был просьб, потому что я считаю, это прямой коррупционный путь. Потому что не население главу будет избирать, а мы избираем руководителя администрации, дабы, ну, не хочу, как бы, говорить окульно, но, тем не менее, создаются предпосылки, когда этого руководителя администрации всегда можно как-то, ну, обязан он будет не жителем, он обязан будет именно вот этой небольшой группе наших депутатов. Соответственно, им можно манипулировать в силу тех или иных интересов. Вот это неправильно. Глава должен избираться всенародно, а совет депутатов должен от лица также населения контролировать его функцию, не вмешиваясь в непосредственно исполнительные действия. В итоге к общему знаменателю депутаты городского совета сегодня так и не пришли. Сначала был объявлен 15-минутный перерыв, после которого и вовсе решено было взять тайм-аут на один месяц. В силу общественной значимости этого вопроса, я предлагаю поддержать предложение Дмитрия Сергеевича и перенести этот вопрос действительно на следующий месяц. Это нам позволит и изучить общественное мнение, более тщательно проработать этот вопрос. Я думаю, что это разумное предложение, предлагаю поддержать. Татьяна Сташенко, Михаил Жучков, День города.